Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы записываем серию бесед, вопросы и ответы. Называется «Во свете Библии» открытым оком. У меня вышла фактически 41 книга, 41 том по 752 страниц. Это первый том открытым оком. Вопросы у меня тут в одном томе 600 вопросов, я отвечаю. Это было 11 лет назад, и мы решили кое-какие вопросы озвучить. С маленькими комментариями. Как я отвечал в университетах, в милиции, на заводах, на фабриках, по радио. Вот вопрос. 228-й, это из первого тома. Могут ли бесы жить в человеке и никак не проявлять себя? Или чтобы человек не знал, что в нем бесы? Может ли быть такое, и можно ли узнать, есть ли в тебе этот паразит? Можно. Жить и не знать. Вот один юноша, инок там посылается своим старством в город, и он идет дорогой и беседует с евреем. Тот говорит, я еврей. А он спокойный, юноша научил его, старец, все как висит себя кротко, глаза долу. Он такой, но не понимает, что даже опущенные глаза долу, а внутри может полыхать огненный смерч. Он на полном серьезе такой и есть. И тот говорит, так ведь Христос-то пришел, а ты не Мессия. Мессия еще придет когда-то, вот мы его ждем. Он говорит, может быть и так. Когда он вернулся, учитель на него не взглянул даже. Он говорит, я продал там корзины, веревки там, ну что делали, матрасы все эти. Даже не глядите, он ходит день-другой еще с моим учителем. Это шизофреник, наверное, стал. У них как, у них тогда шизофреник. И потом только, он говорит, учитель, да это я. Он говорит, кто ты такой-то? Да ученик я твой. Ты же в город меня посылал. Не знаю. Я посылал ученика Христова, вижу врага Христова. Как? А ты дорогой с кем разговаривал? Да. Ну с евреем, мы шли, мы попутно шел. А ты что ему сказал? Вот радио работало. Я ничего не сказал. Ты от Христа отрекся. Да где отрекся-то? Я люблю Христа. Вот смотри, я кланяюсь, крещусь. Он тебя спрашивал что-то. Да, что он спросил? Спросил, ты веришь во Христа? Сказал, верю. А он тебе, он сказал, так это не настоящий мессия это был. Его правильное верие распяли. А вот настоящий придет. А ты ему что ответил? Он говорит, ну может быть и так. Так это есть полное отречение. А что делать? Да ничего, в тебе демон сидит и даже не замечаешь. В тебе бес сейчас сидит. Ну давай молиться. Из него как рот-то раскрыл. Из него как черный дым. Как будто там нефтеперерабатыванный замот. Как попер дым-то из него. Демон тогда только вышел. И это было неоднократно и известно в житиях святых. Даже не знали, живет совершенно нормальной жизнью. Или жена начинает говорить, беснуется, бесноватый фюрер. Слова-то какие. Нормальный человек это может ставить такую задачу? Уничтожать нацию. Поставлена задача была капитально решить вопрос еврейский. Это бесноватый. Сталин-то чем лучше его? Сто миллионов голов. Он Гитлеру-то... Гитлер-то ему в подметки не годится. Своих-то тот не уничтожил. А вот сельское хозяйство все порубил где-то. Это демоны заставляет. И весь СК партии, который был, это все демонические личности были. И тогда так их и называют. Так, мой ответ. Такой квартирант может замаскироваться и какое-то время никак не проявлять себя. В житиях святых об этом читаю многократно. Особенно это возможно, когда человек живет совершенно уединенно. Но стоит ему начать жить с духовно мудрым, активным христианином, как бес, немедленно заявит о себе бунтом, осуждением, обидой, яростью, прикословием. Значит, если у него будет бунт, не важно, мужчина или женщина, будет бунтовать, на развод подавать, переехать куда-то, у них у всех одинаково. Затаить обиду, разносить разные молвы и прикословием на каждом шагу. Вот какие признаки сразу в нем видно. Это объяснуется. Святые настоятельно советуют жить общежительно и в послушании у более опытных. Существуют определенные признаки небуйного беснования, но которые говорят о возможности присутствия злого духа. Дальше. Повторяю, что только признаки, а не само беснование. Демон боится оружия, которое дал на него Господь. Поста и молитвы. Свои проявления он активизирует на молитве и во время поста. Вот, а почему такие делаются, говорят. Хорошие бабушки. Как пост наступил, как ведьмы, говорят, какие. И злобятся, на каждом шагу хватает. И они, главное, везде проявляют свое противление. Самое маленькое, вот у нас даже, скажешь, ну давай с тобой вместе начнем это делать. Ты знаешь, что там надо делать. Я не могу, они какие-то коррективы вносят. Ну давай, по-твоему бы делать. Он и это не будет делать. Но до батюшки нет. Ну, в неделю его нету. Мы кончаем службу. Говорят, сейчас прошел. Скажи, ты рвется. Зачем ты рвешься? У меня муж больной еще, что-то тебя он не надоел за неделю-то. Ну и спал службу, ты же не убегала при батюшке. Ну и того времени-то еще нет, когда он это. И они еще вот такие глаза начинают крутить, говорится. Это ясное дело, это признаки беснования. Борьба с плотью всегда противна демону. Сон, многоядение, блудные, греховные помыслы. Сребролюбие, ложь, пьянство и подобные дела плоти, его питательная среда. А как проявляется? А во всем, абсолютно. Он делается буйным. И, как правило, все до единого, которые это имеют признаки, они клеветники. Он не может отличить правду от лжи. Совершенно не может. И он клевещет день и ночь. К вам сошел, говорит, в сильной ярости, знаешь, что немного осталось. Он человек-убийца. Он может схватиться за нож, что угодно, на твою честь. Он что угодно будет делать, обязательно. Жену на аборт и будет посылать. Или она сама это одержимое. Присутствие падшего духа в человеке почти всегда выражается и в его внешности. Суетливость, вмешательство в чужие дела, постоянная обида и гнев. Искусственно выискиваемые накладывают оттенок мрачности, подозрительности. Вот посмотри, даже на фотографиях у нас какие есть. Эти люди все время за кого-то цепляются. Ей надо идти домой, а она не может уйти. Ей надо с кем-то сцепиться, укусить кого-то, а тогда только спокойно. Я знаком с одни были, Федоров фамилия ее. Она говорит, вот старший сын, он большой такой, в отца, а ему и не много лет, лет 14. Он не может уснуть, пока меньше подползет ночью потихоньку. Ребенок спит в люльке, ущипнет, крутанет. Тот заплакал, он спокойно отползает, тогда ложится спать. И мать узнала, около себя уже ребенка ложится и отец с другой стороны. И он не может другим быть. Он бесноватый, убийца, вот эти киллеры, все это бесноватые. Слуги сатаны. Таким людям, у них мрачность и подозрительность везде, как у Сталина. Таким людям все время кажется, что им чего-то не додали, не дохвалили их, прошли мимо. Все вращается вокруг своего «я». Дикое тщеславие и лже-послушание. Лекарство. И теперь... Местописание. Лука 9 глава, 20-30 стих. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот лекарство. В первую очередь, свое ярость, вообще выброси его и не прикасайся к нему. Второе. Ну, возьми крест, болезни, скорби, печали, с радостью неси, гонения, поношения. Это никакой роли не играет. Для справления только. А то мой авторитет подорвали, вы говорили обо мне, ты хочешь меня неспроверживать. Каждое слово ловили где? Против Сталина, против этих. В житиях святых постоянно говорится о злых силах, духах, которые находились в учениках опытных подвижников. И причина того, почему эти квартиранты оказались в их послушниках, была самая прозаическая. Самость, самомнение, болтовня с вредными собеседниками, нетвердость в писании. Это мы убеждаемся ежедневно, где мы только не были. Вот когда во время Михея, он приходит и говорит, а я видел, как Господь советовался, как погубить Ахаба. Один говорил так, другой иначе. И один дух вышел и сказал, демоны советуются. Я войду духом лжи в уста всех пророков. Это что, во мне? С веки подошел, как ударил. Он говорит, тут бегать будешь, узнаешь тогда в ком. А я другое нашел, что вошел, написано, а что вышел, не написано. Он так и остался в устах. Вот меня преследуют священники всякими безумными словами. Я знаю, это не они. Златоуст говорит, не на него направляй гнев, а на демона. С этими проявлениями духов зла приходится встречаться, даже находясь дома, даже находясь на пенсии. Ты будешь видеть их, даже в выступлениях, видишь, как себя ведут. Это совершенно ненормально. Плоте человеческое не свойственно брать на себя такую нагрузку. Это дух, который влечет в погибель. А можно ли от него избавиться? Так, сегодня он там разный отец Василий отчитывает. Но Осипов, он категорически против всех этих отчиток. Нигде, говорит, мы не находим это ни в Писании, нигде. Ну, так как, заряженный где-то говорит он, приходят люди, он начинает. Как, что это значит, слово отчитка? Это, во-первых, в Писании нет. И как? Да, во-первых, ты не знаешь, он послушается, нет. Был такой монах Стагири, друг Златоуста. Из богатой семьи, где-то, видимо, офицер был, учился. И когда стал верующим, и вдруг стал бесноватым. Какое поношение было у Златоуста, говорит. Его спрашивают, как было. Я, говорит, когда спал, я увидел, большая черная свинья подходит к рту мне. Я рот разил, она у меня полностью вся залезла. Это Мотовилов, когда писал, и, вот, говорит, бесноватый был. И подумал, попробовал он со мной бороться. Бес? Да. А Серафим Саровский, говорит, как ваше боговое, что ты сказал? Разве можно? И случилось, когда он уже после смерти, видимо, разбирал эти записки все. Форточка открытая веет, густой туман в виде змеи колышется и в форточку вползает. И прямо в рот. И вес втянулся в него. И он начал бесновать. Ему было показано, что какой-нибудь умирающий червь выползает. Он убрал, говорит, растягивал. Какой тартер, когда лед буквально на нем. И что означает гиенский жар. Все было показано. Но это для испытания, для показания того, как силен враг и насколько сильнее его наш Господь. Люди этого не понимают. Иногда зря боятся. А даже мы бояться, конечно, нет. Ну так, Игнатий Иванович, этот Матавилов, он же задал вопрос Серафиму Саровскому. Может ли бесноватый причащаться? Увидел он бесноватую, что ее причащают, привели причащать, подтолкали. И он задался этим вопросом. Вот от того все началось. Каноны говорят, нет, доколе не освободиться. Бесноватый. Канон определенный. Практика другое показывала. Я каноны говорю. Практика это его и личное. Дерзновение или грех. Канон мы не можем. За каноном стоят сотни епископов. Соборное постановление. И только уже если принимают решение по-другому. И только при смерти причастить его. При смерти обязательно. А если так. Ну если ничего не делает. И бывают времена, когда он отходит. Тогда так. Вот Александр Иванович рассказывает. Крещенская вода. Самая святая, когда бывает. Но они решили этой женщине. А я, говорит, стою сзади. И думаю, ей надо водой-то напоить и покропить. Она повернулась и говорит. Да он тебя нисколько не боится. Она знает. Он тебя нисколько не боится. А я, говорит, думаю, дух, выйди из нее. Она повернулась и говорит. Он тебя нисколько не боится. Я не ее даю в рот. Она не надо орет. Не надо. Не хочу. А потом, видимо, момент. Она отступила. Давай. Она хватает. Ты просто, скорее, надо пить. Мы только слышим, видим, у жития святых как было. Как эти демоны наступали. А кто свободен от этого? Ну, написано, к святым не прикасается. Но вот по монаху Стагири мы видим, дело было не так. Златоуст говорит. Когда ты жил в мире, жил в своем удовольствии, у тебя было все благополучно. А когда ты обратился к Богу, стал причащаться, приходить в церковь. И в это время с тобой случилось. Из-за чего? Чтоб получил высшую награду. Уже не тело, только на дух, но и подвергается атаке дьявола. И Бог попустил. Вот так. А вы иногда говорите, что боитесь за себя, когда до воскресняет Бог, начинаете читать молитву и вдруг позевываете. Ну, позевание идет. Всегда. Потому что такая молитва, наизнание, я тогда сразу стою... Это один из признаков может быть такой. Признаки. То есть я боюсь, как бы этого не было. Кто-то стучит в дверь, а я думаю, разбойник. Ни разу не было разбойника. Но я предполагаю. Если разбойник, я не открываюсь, тщательно расспрашиваю. Говорю, выйди в окно, посмотрю. Так и здесь. Я снова считаю молитву, а потом замещаю, да и неоднократно на другие, но на эту я концентрирую. Такая молитва, считается, борьба с бесами идет. Я заметил, что Царю Небесный, но уставший, едва-едва ноги до кровати доношу, вижу, очень наш, считаю, тоже позевнул. Я себя сразу настраиваю, чтобы дыхание было огненное. Я молюсь, какое позевание может быть? Вот. Но я себя этим все время давлю, а смотри, ты не попадешь в это. Вот он другой день и ночь позевает, он даже никогда не вспомнит. Это я хочу очень осторожно и думаю. Вот и все. Второй вопрос. 242 вопрос. Что такое осуждение? Если я скажу, что он курит, пьет, ругается, блудит, или он жадный, злой, завистливый и так далее, то будет ли это осуждение? Многие думают, что это не осуждение. Я думаю, что осуждение, но удержаться от этих слов не могу. Наша жизнь вынуждает нас грешить ежедневно. Как удержаться от этого? Какие большие вопросы? Серьезные вопросы. Вот. Ну, я думаю, это было не в школе задано, а именно в университете. Да. По телефону такой большой вопрос я не записывал, только краткие. Ответ. Подробный анализ этой записки медленно, но подведет к верному поступку ответу. Скажу. Вопрос стоит. Иногда я спрашиваю, вам ответ нужен? Вижу, человек замолкнул. Нужен? Я по полной программе вам выведу. Кто вы такие? Видишь как? Да. Интересно. Лучше не говорить, промолчать. Повествование любое можно развернуть в рассказ и в осуждение. Евангелисты все говорят, что Иуда был предатель, а Иоанн Креститель называет фарисеев порождениями змея. Считаем. Матфея 3, 7 стих. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Значит, он осуждал, афинь осуждал. Вопрос. Ну, явно, что осуждает. Такими словами сегодня. Кто тебе дал право судить? Откуда знаешь, что я змея или какой? Я пчела, я как пчелка, где я немножко тружусь. Все. Может быть, потому он их так назвал, что они судили друг друга, осуждали, показывая, как плох сосед и как праведен я сам. Иоанн 20 глава 16 стих. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык Ехидны. Какие места редкие. Дальше. Цель, мысль, конечный замысл. Вот что главное в разговоре о грехах другого. Апостол Павел знал слова о неосуждении, не хуже пустынников, так много написавших об этом грехе. Он пользовался таким словарем, что его сегодня можно было привлекать за оскорбление чести и достоинства. И он бы из судов не вылазил. Вот так. Разговаривая с одним из приближенных к правителю чинов, с хвалхом Елимой, он при всех не оскорбил ли его, сказав, воскликнув, деяние 13 глава 10 стих читает. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вот в суде бы сказали, докажите теперь, что он коварный. И он должен был где-то узнавать из биографии, а в данном случае он коварства-то никакого не видел. Это трудно было доказуемо. И всякого злодейства, он должен был Павел показать и минимум два злодейства, и он его первый раз видит. То есть сегодня в суде Павла бы можно было пристегнуть, будь здоров. Но никто этого не делает. Ибо, 1 Иоанна 3 глава 8 стих, кто делает грех, тот от дьявола. «Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Значит, может быть, ты обрещаешь уже не человека, а дьявола. Это очень даже похоже. Дальше. Эти слова похлеще, чем сказать, что человек пьяница и из вытрезрителя не выходит. «Не промывать косточки с кем-то пьяница, а попытаться вразумить этого несчастного». Из Икиля 3 глава 18 стих. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Ты должен обречать, ты обязан, чтобы спасти себя. Даже я не хотел бы говорить, но я вижу беззаконник, я уже не спасусь, если не буду говорить. «Ты молчал, Господь говорит, он погибнет, но его кровь я с тебя взыщу». Вот это никогда монахи не говорят. «В жизни пустынников описывается, как они, чтобы не осудить, не сказать худого о человеке, прибегают к прямой лжи, к долгосрочному обману. Читая такие повести, видишь, что эти чудотворцы совершенно не знали содержания Библии и не верили, что Бог и их будет судить по этой книге». Но Библия это категорически осуждает, потому что 1 Иоанна 5 глава 17 стих «Всякая неправда есть грех». Вот так. А они свободно шли на это. Ну, я насчитывал жития святых и знаю их хорошо. У меня отдельно 7-8 том, полностью посвященный житиям святым. Прямо беру оттуда выдержки, копирую в кавычках и дальше показываю. Вопреки Слову Божию, лгут, прямо лгут. И знают, что это ложь. И это все одобрялось. Притча 19 глава 5 стих «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». А впереди? Иоанна 8 глава 44 стих «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот у меня интересно, когда беседуешь с сектантами здесь, а кто вам дал право нас судить? Мы тоже церковь, мы... Как вы-то не побоялись у церковь осудить-то? В первую очередь, она говорит мне, она меня судит. Она это не замечает. То, что они осудили 1800 лет христианского пути, всех, златоуста, соборы, это у них запредельно. Ну вы же отбросили их, это что означает? То есть вы сказали, они лживые, толкования ни одно не берете. Жонсы, Майеры, там все собирают сегодня, Бакмелдеры, которые перечисляют. Русские люди никогда не слышат, чтобы из святых отцов было. А вот собирают каждый свое. Бен Ехин там сказал, всех бесноватых соберут. Но они никого не судят. Как же не судите? Вы осудили 1173 святых. Я их знаю, количество точное. Откровение 21 глава 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Бояться нужно лжи, как огня. Дальше. С ложью однозначно покончено, так как Христос есть истина. И далее. Иоанна 14 глава 6 стих. Иисус сказал ему, я есим путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мы должны в это поверить. Быть с Богом, это надо признать. Только через Христа, через доверование в Христа, через принятие голговской жертвы. А кто говорит, можно другим путем спастись, это все лжицы. Не важно, кто это. И кто в эту ложь верит. Которые говорят, что без Христа можно спастись. Пусть их 100 миллиардов будет. 100 миллиардов лжицов. Ответ один. Согласно указанных мест Библии, мы обязаны человеку сказать, указать на его заблуждение, на беззаконие. Но не выносить приговор осуждения. Осуждение. То есть он будет в аду. Ему не покаяться. Ему покаяния нет. Вот смысл осуждения. Отсудить его. То есть вынести приговор. Суд Божий подведет итог истинный. Наши же слова могут быть ошибочны. Мы видим грех, но не видим покаяния. Мы часто бьем по пустому месту. По вчерашнему. А человек, быть может, уже и не тот. Он уже изменил отношения к беззаконию. Хотя, быть может, внешне еще и в стане врагов истины находится. Мы же говорим часто именно в виде осуждения человека. Так что лучше не говорить ничего поза глаза. Осуждающий подобен заразной мухе, говорит Иоанн Златоуст. Он сразу поражает троих себя, того, кого осуждает, и того, кто слушает его молву. Осуждающего берегись, страшись и убегай от него. Он враг истины. Истина у Бога. И она еще не открыта. Часто случается так, в чем другого судил, впадешь в это сам. Да еще и в худшем варианте. Берегись осуждения. Повествование без гнева не осуждение. Опасно то, что вы заранее знаете, что осуждаете и продолжаете грешить, осуждая того же матершинника. На это писание возвещают следующее. Якова 4 глава 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Римлян 14 глава 23 стих. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех. Осуждать, говорить, что таковому-то и прощения нет, что он окончательно погиб, уже приговор ему вынесен. Это принадлежит Богу, но не нам. То есть, какой бы он ни был. А говорят, Иуда мог покаяться? Мог. Мог. Златоуз, говорит, мог. Ему дан был шанс, но он ему не воспользовался. И Бог принял бы? Принял. Даже его. И что бы Сталин и Гитлера принял? Да, принял бы. Любого. Вот тогда все начали. Да вы думаете, миллионы погубили. Я тебе считаю Евангелие. Во мне всегда гражданин и христианин. Как гражданин я за смертную казнь всем этим маньякам. Как христианин я молчу и вникаю в себя. Дальше. Второзаконие 17 глава, 6 стих. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Это сегодня называется. Что? Сообщество какое-то было. Самопопно. И усиливается грех. Притом, если говоришь о другом и не знаешь, что этого нельзя, значит сердце уже судит тебя. 1 Иоанна 3 глава 20 стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Я сейчас могу не совсем точно сказать. Кажется, у Сократа был. Один пришел и говорит, я тебе хочу одно дело рассказать про одного человека. Я знаю, это твой враг как раз. Он говорит, подожди, я три вопроса тебе задам. А тому охота сказать. Скажи, ты знаешь точно, что он говорит, это правда? Да нет, я этого не знаю, но он так говорит. Так, значит, ты хочешь мне передать что-то, в чем ты сам не уверен. Так, второе. Слова, которые ты говоришь, они хорошие или плохие? Плохие, значит, ты хочешь мне что-то передать, чтобы я выслушал, в чем ты не уверен. И слова эти плохие. И по порядку перечисляет. Ну, а если ты не передашь сейчас, это тому человеку будет хуже? Он подумал, да нет, он обижаться не будет. Значит, ты хочешь мне передать то-то, и опять снова перечисляет. Так следует ли говорить? Он голову опустил и пошел. Вот и все. Значит, надо ставить наводящие вопросы. А вот она в гневе сейчас, в интернете, вышла на меня сейчас одна, и она там что говорит? Ругается. Прямо, ну, прям почти матерно, такими словами. И что ей доказать-то? А я протестантка. Ну, я протестантам знаю, что протестанты так не говорят. Какие бы ни были протестанты, что она говорит, там, как называет, какими словами поносит, да это нельзя сказать. Она даже точки проставляет, здесь материться уже надо. Это ничего нельзя сказать, кроме того, что это говорит безбожник, не имеющий страха Божия. Только и всего. И дальше. Продолжим римлянам. 2 глава 1 и 3 стихи. Итак. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же. Вот в этом-то вся и суть. Ну, а если и такое я сам, ну, такое, допустим, да что, не говорить об этом? Вот это уже вопрос серьезный. Ну, допустим, у меня брат пьет, но и я выпиваю. Ну, не так, конечно, как он. Я, к примеру, говорю, я в рот не беру, чтобы знали где-то. Так могу я ему говорить или нет? А ты вот пьяный был сейчас, смотри, машину расколотил. Теперь тебе сколько платить, теперь тебе на машине ездить нельзя, и проще это. Сказать я ему могу, но я не могу сказать, пей так разумно, культурно, как я. Вот так. Говори. Да не совсем, но если бы чуть попозже, у нас запись идет. Через часик, Павел, хорошо? Все, с Богом, пожалуйста. Дальше. Считаем. Так, вопрос, я считаю, закончен тот. Еще один. Спасибо, Христос. Вопрос 243. Что такое тихий ропот и как он проявляется в жизни? Ай ты, тихий ропот. У меня знакомая одна была, очень, очень, очень близкая мне. Она 10 дней не дождалась меня, когда я из лагеря пришел, умерла, 75 лет была. Тетя Тоня Бакланова, Антонина Георгиевна. И когда на суде спрашивали, кто выслушал все, что Лапкин насчитал, она только одна все прослушала. Полностью златоуста, полностью жития, полностью добротолюбие, ну 50 книг, и она прослушала. И вот ее, когда она там, муж поднялся, она была верующей, те другие годы еще были, она старше меня. Ну и муж привел другую жену, а взял топор и жену зарубить. Она говорит, я через топор буквально перепрыгнула, из дома выскочила, трое детей остались ему. Ну а там знали, следователь вызвал ее, ну и говорит, мы ничего не можем сделать-то. Видишь, он сказал, что вы верующие, калечите детей, и на вашей стороне власть не может быть. Ну она говорит, ну я что могу сделать? А ну нет и нет. А вы сейчас на меня смотрите, наверное, там маленьким язычком-то ругаете меня, следователь говорит. Там горлышко-то язычок какой-то. Она говорит, нет, я верующая. Если бы все знали, какие мы верующие, что мы не лжем и проще, нам бы справки ни одной не надо было. Вот так. Тихий ропот. Тихий он проявляется по-тихому. Ворщание, бурчание где-то. И человек все время недовольство появляет. Ты научись быть довольным, за все благодарить. За все. Сейчас на меня высушили сразу две души, и они меня поносят. Ну и что? Протопов Аввакум Пашкову сказал, который хотел застрелить, и ругал его всех. Он говорит, благодать из уст твоих. Это Бог вознаградит меня за это терпение. Я за них могу только молиться. Помилуй, Боже, помилуй. Давай. Ответ. Сначала рассмотрим, что такое настоящий ропот в полный голос, не за углом. Это я отвечаю так в университетах. Дальше. Исход, 16 глава, 12 стих. Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Дальше. Ими, 5 глава, 6 стих. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Во. Они роптали, и что? Вон, очень, реакция какая. Я очень рассердился. Ничего особенного, это святой человек говорит. Дальше. Иоанне, 6 глава, 1 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Вот так. Это мы знаем. И притом, никто их за это не осуждает. Они роптали. Это роптание побудило апостолов, поставить всем дьяконов, которые занимались теперь кухонными делами и прочее. 1 Петра, 4 глава, 9 стих. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Вот кого-то принимать, да пришел, да он об обшивиши такой, каждый раз его. Ну, странников ты принял. Ну, переобуй одень. Я понимаю, как хорошо, когда приезжает человек добрый, и я его знаю. Ну, не всегда же такие бывают. Дальше. Иуда, 16 стих. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лецеприятие для корысти. Вот они их осуждать не будут, не ропщат. Вот сегодня коммунисты говорят, а вот помните, развивалась промышленность, заводы, они забывают 100 миллионов погубленных. Полное рабство. В душе нельзя ничего у нас сказать, ни одной книги, которая сейчас бы, и не было бы ни компьютеров у нас, их не было, коммунисты никогда бы не позволили. Тем более мобильные телефоны связаны с заграницей, вы думаете. От какого рабства Бог нас избавил? Они все это забывают. А тогда все у нас было, бесплатное образование. Какое образование-то? Коммунистическая блевотина одна была. Там ничего не было в образовании-то в этом. Ну, тогда была медицина. Ну и куда наделась эта медицина? Кого не лечили? Понимаешь, и все вспоминает, как было хорошо, была колбаса по 95 копеек, ливерная. О-о-о. Дальше. Филиппийцам 2 глава 14 стих. Все делайте без ропота и сомнения. Без ропота? Да и без сомнения, что так Господь попустил. Не надо роптать. А вот видишь, жена такая, вот, едет, мужик наказал там у нас лазить. Ты смотри тут, я тут усталый. Ну, задремал я, она задремала. Ты мимо станции проехали. Как он взгрелся. Эх, Марья, всю жизнь ты мне испортил. А сидели такие, как голубок с голубкой-то. Теперь ехать далекой, пешком идти им 12 километров-то. Ну, ты тоже хорош-то. Мне мать еще говорила за тебя не выходить пьяница. Всю жизнь исковеркал. Пошла дура за тебя. Они забыли, дальше едут до другой станции. И начался уже ропот о прошедшей жизни. А как было? Да никак не дремать, не спать и Марью эту вовремя поднять. Может быть, даже помочь ей слезть, если она уже немышленная. Евреям. Да. Там выше. 3.8. Не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Не ожесточите. Никак нельзя ожесточать сердце. Иногда человек ожесточится, в своем стоит. Я сказал, до конца буду идти. Богу это не нужно. Я не догматик. Я всегда повторяю эти слова. Я сказал. Сказал. Обстановка изменилась. И мы все это меняем. Но по согласию. Если я ему обещал, я не имею права в одностороннем порядке отменять то, что. Мы договорились сегодня встречаться. Я обязан упросить его, чтобы он меня освободил от этой. И тем более, я никогда никому не обещаю. Вообще, я знаю, что этого нельзя делать. Говорите, если угодно будет Господу, и живы будем. И далее. Премудрость Соломона. 1 глава 10 стих. Потому что ухо ревности слышит все. И ропот не скроется. Вот так. И 11 стих. Еще Божье ухо, конечно. 11 стих. Итак. Хранитесь от бесполезного ропота. И берегитесь от злоречия языка. Ибо и тайное слово не пройдет даром. А клевещущие уста убивают душу. Видите, какое тайное. Маленький ропот или что-то. Научиться не роптать. Ропот это недовольство. Недовольство кем-то, который мог бы не так сделать. Они роптали на Бога. На Моисея. Вывел нас. Забыли, что младенцев у них убивали. Работали в трясмены. Без выходных. Все забыто. А вот огурцы были. Ну, тут в пустыне нет огурцов. Потерпите. А там и чеснок был. Да и лук крепчатый был. Какой лук. Когда голову отрубали вам. Убивали. Мы не считаем, что делали с девочками. Как они там. Они очень жестокие египтяне златоустые были. Когда увидал только жену. Красивым мигом отобрал ее. А то бы они. Дальше. Иоанна 6 глава 61 стих. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им. Это ли соблазняет вас? То есть Иисус знал это. Видел, что они ропщут. И расспрашивал. Какая причина? Ропот можно устранить разъяснением. И любящий свою душу. Человек скажет. Я виноват был. Прости, пожалуйста. Да, я ропщу. Как-то. Ну, я один живу, допустим. Ну, прибрал. Все. Зашел. Не разулся. Везде все. Не мог разуться, что ли. Мне сейчас опять идти за водой. А колонку у нас там полкилометра за ней идти. Ну, что ты так это? Я это ему говорю. Вот она подошла. И я не открываю. Уже я сказал. Солнце коснулось горизонта. Ко мне не ходите. Она пришла. Глухонемая. Ну, и в окна стучит. Но я не выхожу. Она к соседу тогда. К соседу открыл. Она ко мне. Ей очень ко мне надо. Она меня страшно любит. Она двумя руками стекло бьет. Стекло разломилось. Руки все порезало. Но я выходить должен. Все-таки время-то зимнее теперь. Теперь она уже не знает, что. Тысячи. Купит стекло. Там другой найдет. Ставит. Ну, что? Ропот начался. Что ее не выслушали. И где она теперь? Да дай бог, чтобы спаслась. Нам что ее ловить-то где-то? Я знаю, что ропотники, они никогда не перемирятся. Он с одного на другое перескать. Ему только пороптать. Что это за погода такая? Вот только думали поехать и опять. А то он все время ропщет на погоду. А не ропщет на бога. Ну, какая-то справедливость. Если сижу работы, ничего нет. Этот не работал ничего. Миллиарды у него. И все ему открыто. Зачем тебе быть благочестивым и довольным? Имея пропитание и одежду. Никогда не ропщи ни на правителей, ни на священников. Да, я говорю с ними, но я не ропщу на них. Я им предоставляю обвинения. Вы предатели. Подписание говорит нагло, напущены. Предатели. Вызывайте милицию, арестовывайте. Я обязан сказать это в бумаге, в видео снятое. Дайте епископу, патриарху послать. А я не ропщу. Я тут же опять своими делами занимаюсь. И дальше. Тихий ропот. Это не евангельское выражение. Это говорится о тех, которые не могут высказать недовольство в полный голос. И шепчут в тряпочку, ругают кого-либо маленьким язычком. Но этого делать тоже не рекомендуется. Даже никогда не показывает, о ком-то говоря, тот недовольный. Не может себя скрыть. У меня близкий человек есть. Только что-то слышит так, что не похвала ему. Ух, как взобьется. Я говорю, с тобой следователь легко работать. Он сразу скажет, вот я тебя расспрашиваю, там, о муж или о ком арестованном. А тебе говорит плохо. Она все сразу выложит. Да он сам такой-то, такой-то. Я уже знаю это дело. У меня было так. На огороде комиссия идет. Ну, я показываю. И говорят, это вот. Она идет рядом, старший воспитатель Наталья. Я говорю, это вот ее работа. Вот облепиху там. Это все она. А другой, который был здесь раньше, нашел в этом обвинение. А что, я не работала, те годы была. А тебя и не спрашивали. Я конкретно сказал. Мне спросили, кто это посадил. Я отвечаю, в пустынном месте. А что? Только ее видно. Ну, то есть сейчас человек уже не в том, говорится, плоскости рассуждает. А можно по-другому? Ну, я сказал, когда жжу. А остальное зависит с той стороны. Значит, тихого ропота не должно быть. И это не евангельское выражение. Это понятно? Да, аминь. Но если это понятно, значит, мы переходим на следующий вопрос. Так, давай. Вопрос 245. 27 декабря 1995 года было 16 лет ввода советских войск в Афганистан. По радио объявили, что по всей России прошли панихиды в православных храмах. Какое отношение имеют воины афганцы к христианской церкви? Почему их поминают в православных церквах? Видите, ну, может быть, это даже кто-то из участников такие. Я не знаю, какие они эти. Но дело вот в чем. Что мне почему-то встречались эти люди, они на каких-то должностях, которые были в афганских конфликтах. Все до единого, все хорошие. Они бывают такие, там друг друга, мафия взрывает, тут пристраивает. Но мне они попадали. Вот как был-то здесь одно время представитель президента. Вот. Он для меня очень близкий. Он мне помогал. Так а он же, не знаю, вот здесь Овчинников, советник главы администрации города. Он как раз вывел все это. И вот дальше, ну, приехал глава города. И мы познакомились. А он афганец, как называют афганец, тоже. Еще в одном месте встретились. Ну, тут как будто бы брат родной. Но здесь речь идет о другом. Что они защищали. Сегодня, понимают, это было хуже некуда. Мы на тысячу лет вперед попортили отношения с южным соседом. Под этим подбрюшем у нас столько будет червей, как один говорит, у России. Зачем? Туда царь никогда не совался. Даже царь никогда. Кто-то хватал все уже до Порта Артура, Пинляндию, Польшу подгребли. Зачем? Два маразматика в саду гуляли, Устинов и Брежнев там. И додумались послать туда. Кому? Которые защищали Амина, они их не предупредили. Советские были, особая группа там была у него. И своих всех перестреляли. Попутно. Вот была беда-то где. И все это сейчас выставляют, все говорят. Ну, ладно, это их дело, это политика. Зачем это все отпевают? Любят покойников. Они покойников там горами увозили. 14 тысяч 700 убитых. Я не знаю, насколько это верно, но речь идет о нескольких десятках тысяч раненых, покалеченных. Ну, раненых всегда больше, чем убитых. Вот и все. Я даю ответ. Только потому, что церковь стала служанкой мира, объединилась с миром и живет по стихии мира, а не по Христу. Вот и весь ответ. Но эти слова мои понравятся папам, и которые там курируют по связи с силовыми структурами, да они меня живем жуют. Но я должен это сказать. Дальше. Колосиным 2 глава 8 стих. Смотрите, братья, чтоб кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. А не по Христу это делают. Так. Это их поминание, пускание дыма в глаза, дает оправдание, освещение человека ненавистнической, захватнической, позорной, проигранной войне. Вот. Правители, затеявшие эту безумную авантюру, Брежнев, Устинов, Чернинка, быть может, давно уже горят в аду. А страдания, причиненные войной, убитые, покалеченные, плененные, развращенные, спившиеся, ставшие наркоманами и наемными убийцами, продолжают пополнять черный список жертв коммунистов. И Сталинско-Беревская Советская Церковь, их верная прислужница, продолжает и сегодня показывать себя верной существующему антинародному убийственному для нации режиму лжедемократов, то есть перекрасившихся коммунистов. Это я отвечал еще в первом году, это уже 12 лет назад, это все было ясно. Все газеты были этим наполнены. Дальше. Ну, это касается города, ну а поневоле уже думаешь, вот ведь мерзость какая, это не к церкви говорится, но уж шибко похоже. Откровение, 17 глава, 3 стих. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере, багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Ну, это убийство, раз человеку убийство, то и людей обманывали, какой-то вводят контингент, какой-то ограниченный контингент. Что значит ограниченный? Когда речь идет о тысячах, десятки тысяч, одновременно-то там было не 20 тысяч, а больше. Последний вопрос. 263-й. Может ли существовать государство по закону Божию или нужна Конституция? Какие вопросы задавали мне? Серьезно? Очень. Так и таких вопросов у меня я ответил на 4124. Так это не все. Я многое отвечал устно, по радио, которые мне не попали. Когда задают они по телефону, я записывать не записывал. И редко-редко когда чертну. Дальше. Ответ? Да. В истории таких государств не было, но говорят, что попытка была в Англии у Кромвеля. Вот так. У русских же никогда никто не ставил такой задачи, но всегда строилась на принципах выживаемости и языческой справедливости под христианским камуфляжем. Когда сегодня видят идеал в монархии, то это является сильнейшим подтверждением того, что сегодняшние монархисты рядом с Евангелием даже не стояли. Это я ответ даю такой. Дальше. Это примерно то же, что попытка в сельской местности выращивать все так открыто, не загорожено, как будто ты живешь в раю. На земле царствует смерть. И не надо напрягаться. Без воскресения из мертвых строить на принципах жизни. Царствие Божие возможно на земле только в душе. И при том только по трем параметрам отрицания, а не созидания. Видите, какие ответы? Они требуют разъяснения. Я не выдумываю ничего. Это мои ответы. Они записывались на магнитофон, а потом с пленки все это было записано. Лука 17 глава 21 стих. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие наступает там, где есть первое воскресение из мертвых. Где царствует Христос. Первое воскресение, это человек уверует во Христа. Благословен Господь. Дальше. Понял. Откровение 20 глава 4 стих. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Поясняю, тысячи лет начинается на Голгофе при воскресении Христа. Это один и тот же момент. И заканчивается за три с половиной года до полного остановки мировых часов. До пришествия Христа, до воскресения из мертвых, восхищения церкви. Три с половиной года, время Антихриста. Время тысячелетнего царства, вот оно уже две тысячи лет, это время евангельской проповеди. Так понимали святые отцы. А духовное воскресение, первое воскресение, когда умерло во Христа. И они, а начертание сегодня идет уже везде, как у Иезекииля написано. Я эту тему объяснял уже. Печать Антихриста или что? Дальше. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Первая смерть. Смертью умрешь, про его было сказано, и от нее первое воскресение. И нас, мертвых по преступлениям, воскресил. Пять-два. Киевписянам говорят. Это два-пять. А где еще написано? Пятнадцатая глава Луки. Сын мой был мертв и ожил. Где он ожил? Когда пришел домой. Вот что означает воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. То есть такие люди, вот этот период евангельской проповеди, они царствуют со Христом, царствуют над грехом, царствуют, господствуют. А ты, говорит, господствуй над ним, было сказано Каину. Для того, чтобы провозгласить кого-либо царем, нужно иметь гарантию, что ты будешь накормлен, сыт, пищей и питье. Когда Господь Христос совершил чудо умножения хлебов, в народе мгновенно созрела почва для воцарения плотника из Назарета. Без всякого референдума. Иоанна 6, 15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Да. Апостол Павел показывает основные определяющие черты царствия Божия на земле, по которым мы можем определить, находимся ли мы в царстве в этом. Да, и теперь какие? Римлян 14, глава 17 стих. Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Посчитаем. Первое, праведность. Второе, мир. И третье, радость во Святом Духе. Поясняем. В России с принятием христианства достижение праведности, как при правлении дома Романовых, заключалось во многочасовых молениях, крестных ходах, сожжении еретиков и инакомыслящих, строительстве храмов и монастырей и тому подобного. Мир добывался очень крутыми мерами. Присягой, армией, военными заводами, рекрученной, захватом чужих земель, подавлением восстаний и уничтожением претендентов на царский престол. Радость у русских при принятии христианства, как и при князе Владимире, ежепите вино при государственной монополии на ликеро-водочные изделия. И это святая Русь и благочестивейшие православные миродержцы. Сравните с тем определением Царствия Божия, которое дается апостолам Павлом и Хомяковым, Мережковским, Соловьевым, Карамзиным. Не только неевангельское государство и управление, но прямо-таки железобетонно, постоянно и настойчиво антиевангельское. Еще раз повторим Римлянам 14.17. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Дальше. Вот как выглядит это по Писанию. Первое. Праведность от заслуг Христа. Когда человек в пепле и прахе сознается, что он мертв и годен только для огня и ада. Филиппинцам 3 глава 9 стих. И найти с нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вот оно где. Праведность. Второе. Мир. Мир получаем только во Христе, через кровь Христа. Первая глава 9 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И дальше. Вторая глава 5 глава 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Там же 20 стих. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, уящевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Эфесянам 2 глава 16 стих. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Колоссинам 1 глава 20 и 22 стих. И чтоб посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтоб представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. И далее. Римлянам 5.10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И третье. Радость наша только во Христе, во Святом Духе, согласно с волей Божией. Деяние 13 глава 53 стих. А ученики исполнялись радости и Духа Святаго. Вот чего не хватает. И далее. Иакова 1.2. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Наши искушения, испытания с радостью. И дальше. Иакова 4.9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да, обратиться в плач, а радость. И дальше. Римлянам. 15 глава 13 стих. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждою. Римлянам. 12 глава 15 стих. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И 2 Коринфянам. 13 глава 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны. И Бог любви и мира будет с вами. Вот оно, царствие Божие какое. А на земле его устроить невозможно. Все. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok